В селе Коркинском, затаившемся в 10 километрах к юго-востоку от Туринска, в половине пятого часа утра, ну то есть в кромешной тьме, на улице Свердлова, под стенами 30-й избушки, Двенашка сбила насмерть 54-летнего пешехода Сергея, который был темной личностью и не отсвечивал. Казалось бы, совершенно заурядная трагедия, коих в наших широтах было немало. Но у этого замеса есть ряд особенностей. Во-первых, по словам пилота Двенашки Александра, темный пешеход не шел по дороге, а лежал на ней. Во-вторых, поняв, что мужчина после встречи с болидом не подает признаков жизни, Двенашечник не вызвал ГАИ, а тупо выбросил труп в ближайшую яму с зарослями сухой растительности. Ну и в-третьих, рулевой дюжины с места ДТП свалил во тьму. Да, то, что в наших широтах время от времени попадаются люди, лежащие на дорогах, и пилоты, покидающие место ДТП, это факт и ни разу не сенсация. Но вот то, что пилот сбросил мертвое тело в яму, это, пожалуй, новшество на ниве замесов. Погибшего Сергея родственники хватились на утро. Обнаружил тело папки его сынулька-роднулька. Сыновье сердце подсказало. Но это к вопросу о вчерашнем дне отца, который отпраздновали в России. Сначала сын нашел папкину мобилу, а потом и его самого. Я нашел телефон на обочине, думал, это чужой. Посмотрел в галерее фотографии и решил, и понял, что это телефон моего отца. Подумал, что он его опять потерял. Внимания особого не обратил, он нес домой, маме показал. В итоге отец так и не объявился. Погибший Сергей Анатольевич является моим отцом. Пришел я в магазин, решил заглянуть в канал, предчувствие какое-то было. Потом увидел его, позвонил маме, где-то часов 14.30. Сказал вызвать скорую. Около тела Сергея обнаружился кусок бампера. Некий наблюдательный абориген небольшого села Коркинского осмотрел ошметок и предположил, от какого болида он мог отломиться. Полицейские проследовали по указанному адресу и бинго! Двенашка с покоцанным бампером. Хозяина спросили, он запираться не стал. Дескать, было темно и слякотно, и темный пешеход валялся посреди дороги. А что я мог сделать? А впрочем, долой от себя тяну. 4.30 ехал на работу. Возле пруда. Кошка ослепила дорогу. Я был сильной дочь. Я повернул влево, а там лежал человек. Когда наехал на человека, в лес посмотрел, тучил его в сторону, чтобы не то больше не наехал. Испугался, уехал на работу. Уехал от места, пришел себе, потому что испугался. Раскаиваюсь, все, содействие. В селе Коркинское Туринского района, по улице Свердлова, около дома номер 30, водитель автомобиля ВАЗ-2112 совершил наезд на пешеходах, который лежал на проезжей части. После наезда на пешеходах данный водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий данный водитель установлен, автомобиль разыскан. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия. По итогу, 40-летнего пилота дюжины Александра с 12-летним стажем и нулем в графе НПДД сочли виновным в автоубийстве и вменили ему 264-ю, почему-то часть третью УК. Ну, по крайней мере, так написано в официальном пресс-релизе ГАИ. Хотя очевидно, что это было трезвое автоубийство с оставлением места ДТП. Но это четвертая часть статьи, которая предусматривает вилку посадки от 5 до 12 лет. Но опять же, вину пилота дюжины надо ведь еще доказать. В чем, собственно, вина рулевого, если пешеход без светоотражающих элементов на одежде лежал посреди дороги в непроложенном месте? А может, он уже был мертв? Может, его кто-то чуть-чуть раньше снес? И тогда версия о выбрасывании тела с дороги в яму обрастает смыслом. В общем, началось расследование. Хочется надеяться, что профессионалы разберутся и суд вынесет справедливый вердикт.